18 июля 2018 года, Бейн Хамецарим, между с ним семинар, третья часть семинара. Слава Иисусу Христу, слава навеки Богу Святому, дорогие друзья, приветствую всех. Сегодня я провожу семинар и завтра продолжение. Сегодня третья часть, завершающая, на сегодня завершающая часть третья. Бейн Хамецарим, между границ, между теснин, меж теснин, так называется этот семинар. Я так назвал его. Само это название, оно, значит, для этого времени традиционное еврейское наименование. Потому что действительно, значит, эти дни вспоминаемы многие библейские и более поздние времена трагедии, произошедшие в народе Божьем. И я остановился на том, что, рассказывая об этом, остановился на Моисея. Моисей, он 3330 лет тому назад, быв там на горе, он переживал преображение, такой, да, он просиял весь, даже приходилось его накрывать. Но вот это другие уже нюансы. Но в этот момент я хочу на чем акцентировать. От 17-го Томуза до 9-го Ава много, что было в истории народа Божьего такого страшного. И вот такой эпизод, хочу вспомнить, который вспоминается тоже в эти дни. Какой эпизод? Эпизод с тем, что Моисей разбивает скрижали. Там есть разное понимание, как это можно понять, как он умышленно или по-всякому. Но разбивает скрижали. Вот, и это трагично, конечно. Сам Бог дает заповеди, и вот скрижали разбиваются. Народ слушает тех, кто, будем так говорить, паникеров слушает. И такие упаднические настроения у народа разливаются. И вместо того, чтобы войти в землю обетованную, тогда же, 3330 лет назад, еще 40 лет было вот такого блуждания по пустыням. Хотя это было не просто, конечно, блужданием. Это было определенное путешествие, это была определенная цель. Все поколение тех вот роботников, оно вымерло. Во время этого путешествия, вот, да, в землю вошло уже новое поколение. Из более полмиллиона, там, 600 тысяч мужчин призывного возраста, вышедших из Египта, 3330 лет назад, только лишь Иисус Навин и Халев вошли в землю обетованную. Моисей был третьим, но он только лишь посмотрел на землю Израиля и ушел к Господу. Вот, тело так не нашли его, то есть он ушел буквально вот так вот, смертное было поглощено жизнью. Аллилуйя! Что он не совлечься, его судьба была, а обличься в небесное жилище. Прекрасная судьба, слава Богу. И потом уже, он таки был в земле Израиля, да, значит, он там на горе преображения, уже во времена Машиаха, во времена Христа, он с ним беседовал, вместе с Ильей, прекрасная компания, Моисей, Илья и сам Машиах, сам Христос, они беседовали, они общались, на горе преображения и три свидетеля было, три присутствовали там, значит, преображение в этом, и трое было свидетелей, учеников Машиаха. Да, удивительная история. Но, в общем-то, много событий было печальных, но в истории народа Божьего, народа Израиля в эти дни, до 9 авгу мы об этом говорим, вспоминаем, но, наверное, самое трагичное событие, это разрушение храма. Насчет скрижалей, да, разрушены были скрижали, разбиты скрижали, но потом все-таки, что произошло, мы знаем, да, уже новые камни и новые скрижали. Вот, и это был уже образ тогда был дан, что Господь, Он дает шанс еще, Он дает шанс исправления, покаяния, вот, своим детям, и повторно, да, вот, все это делается. Вот такая история. И хочу прочесть из Слова Божьего, из книги 2, 2 книга Паралипоменон, 36 глава, с 11 стиха написано следующее, 2 Паралипоменон, 36, 11. 21 года был Седекий, когда воцарился, и 11 лет царствовал в Иерусалиме. Молодой человек, 21 год, тинейджер, и он, значит, становится царем. 11 лет он царствовал в Седеке, и делал, написано, неугодное в очах Господа, Бога своего. Он не смирился перед Иеремией, пророком, пророчествующим от уст Господних. Вот я в те части тоже, в тех частях, говорил о расширении царства, носителях царства. В Ветхом Завете носителями царства Небесного были пророки эти, как раз. И пророк Иеремия, Иеремия, он говорил слова Божьи, он действовал как пророк. И как вот по аналогии с апостолами, да, в той части я говорил, предыдущей, если апостолы приходили в какое селение, они говорили там, в таком-то доме, мир, дом усему, если мир достоин, дом это достоин был этого мира, то, значит, мир почивал на этом доме. Благословение, все исцеление, освобождение было в этом доме. Но если в этом доме артачились люди, в позу становились такую, значит, и не хотели принимать, то мир возвращался на учеников. А этот мир, этот дом оставался ни с чем. Как говорится, не солоно хлебавше. Но не просто ни с чем. Иисус сравнил, что даже земля Содомска и Гоморрска будет отраннее, чем горло там, если брать о городах. Ну, о домах то же самое. И то же самое о судьбах людских. В отдельности. Не просто о городах можно говорить, а даже о судьбах отдельных людей. То же самое можно сказать. Более тем, кто говорят Богу нет, отказываются принимать Божий мир. Несчастные люди. И поистине, наоборот, счастливы те, кто принимает Божий мир, кто достоин принять этот мир. Кто достоин? Кто открывает свое сердце, свой разум, свою душу для этого мира божественного. Вот. И делал неугодное. То есть он не слушал слова Божьего. Мир почивал на Еремии, а в Седекии не было мира. Нет мира нечестивым. Написано, да? И отложился он от царя Новоханоносора, взявшего клятву с него именем Бога, и сделал упругую шею свою, и ожесточил сердце свое до того, что не обратился к Господу Богу Израилеву. Вот до чего довела его гордыня. Да и все начальствующие, не только царь. Каков поп, таков приход. Да и все начальствующие, написано над священниками и над народом, много грешили, подражая всем мерзостям язычников, и осквернили дом Господа. Осквернился дом Христа, дом Божий. Христос сказал, помните, да, что дом мой назовется домом молитвы для всех народов, а вы сделали его вертепом разбойников. То же самое было тогда, вертепом сделали разбойников. Осквернили дом Господа, который он осветил в Иерусалиме. И посылал к ним Господь Бог отцов их, посланников своих, от раннего утра. То есть с самого начала Бог посылал своих посланников, ну, как апостолов, да, вот мы говорим апостолов. Апостолы, все посланы, все посланы-то и есть апостолы, по сути. Ой, потому что он Бог, что он жалел свой народ и свое жилище, но они издевались. Люди, вот видите, написано, издевались над посланными от Бога и пренебрегали словами его, Божьими словами, и ругались над пророками его, доколе не сошел гнев Господа на народ его, так что не было ему спасения. И он набил на них царя Халдейского, и тот умертвил юношей их мечом в доме святыни их, и не пощадил ни Седейки, ни юноши, ни девицы, ни старца, ни Седовласова. Все предал Бог в руку его. И все сосуда дома Божия, большие и малые, и сокровища дома Господня, и сокровища царя, и князей его, все принес он в Вавилон. И сожгли дом Божий, и разрушили стену Иерусалима, и все чертоги его сожгли огнем, и все драгоценности его истребили. И перестелил он оставшихся от меча Вавилон, и были они рабами его и сыновей его до высорения царя Персидского. Доколе во исполнение слов Господа, сказанного устами Иеремии, земляне отпраздновало судьбой своих. Да, все дни. Да, вот, дамы и господа, братья и сестры, печальные истории, конечно. Читаешь, и вот, и кровью сердце обливается. Читаешь, и хотя прошли уже тысячелетия, казалось бы, да, но действительно, в эти дни особенно вот вспоминаются, потому что это все происходило вот в эти дни. Разрушение первого храма происходило как раз в эти дни. Но и не только это. Вы не поверите. И второй храм в эти же самые дни был разрушен. Это слишком много для совпадения. Его величество случай, как говорят, это псевдоним его величества Господа Бога. По поводу прочитанного сейчас истории первого храма, я хочу прочесть из Равы Ильяху Китова, книга нашего наследия, цитату по поводу первого храма. Наши мудрецы учат, то есть еврейские мудрецы наши учат. Первый храм был разрушен из-за трех тяжких грехов, в которых был повинен еврейский народ в том поколении. Это идолопоклонство, кровосмешение и кровопролитие. В те времена евреи не упускали ни одной возможности поклоняться идолам. Страна не была захвачена и разорена до тех пор, пока семь последовательных составов суда не предавались идолопоклонству. Евреи нарушали субботние запреты, не учили детей Тори, а отменяли обязательное чтение Шма Исраэль утром и вечером. Они не знали стыда друг перед другом. Дальше прочту еще, кстати. Второй храм, потому что он погиб, второй храм тоже в это же время, погиб из-за греха напрасной ненависти. Возненавидели меня напрасно, написано, да. Господи, помилуй. Из-за того, что евреи не предостерегали друг друга, унижали мудрецов и приравняли ничтожных к великим. Из-за того, что иссякли среди них люди, привержены истине, из-за того, что они не основывали свое судопроизводство исключительно на буквальном толковании законов Торы, не делая уступок друг другу. Ой, Господи, помилуй. Да, история и первого и второго храма трагична. Дамы и господа, братья и сестры, и первый и второй храм были разрушены вот в эти времена. И вот 9 ава, есть даже пост такой, пост 9 ава, я упоминал его уже в тех частях первых двух. Пост 9 ава. В этом году, правда, 9 ава выпадает на субботу. Ну и не гоже в День Господний поститься, каяться, ну, постился. С постом в смысле. Значит, значит, поэтому в День Господний Боже веселиться, радоваться, славить Бога, пребывать с Ним временно, получать наслаждение от общения с Ним, значит, там и в молитве, и в чтении Слова Божьего. Вот, поэтому переносится на следующий день. Поэтому в воскресенье будет этот пост, значит, 9 ава. Но для нас, новозаветных верующих, дамы и господа, есть великое утешение. Даже если мы и вспоминаем о тех трагедиях первого храма, второго храма, и о тех многочисленных других трагедиях, произошедших и до, еще вот, в библейские времена, и после уже, в наши времена даже, уже ближайшие к нам времена, в эти же самые дни. Беды многие происходили в народе израильском. Народ еврейский очень много выстрадал. На своей шкуре, на своей шее испытал все мнимые прелести, как говорится в кавычках, мнимые прелести, идолопоклонство, многобожие, всякого греха. И, знаете ли, как вот Чадаев, да, по-моему, Чадаев как раз, кто-то из классиков, одним словом, российских, говорил о судьбе России, размышляя о судьбе России, он сказал так, что судьба России в том, чтобы показывать всему миру, как не надо поступать, как не надо жить, как не надо жить вообще. Вот. И эта судьба русского мира, вот как бы согласно Чадаеву, по-моему, Чадаев, по-моему, если не ошибаюсь я, кто-то еще, Достоевский тоже похожие мысли высказывал, ну и, конечно, Лев Толстой, в самом конце 19 века примерно тоже самое говорил. Вот. Но это уже повторения были. А первым, по-моему, Чадаев об этом сказал. Но в жизни Израиля это еще большей степени. Апостол Павел, задолго, как задолго до Чадаева, России сказавшего, апостол Павел сказал то же самое о Израиле, чтобы мы не грешили, как они грешили, чтобы не подвергнуться тем же самым казням, не будьте идолопоклонниками и прочее. Это написано нам в назидание, достигшем последних веков. То есть Израиль показал на своей истории, на своем примере, на примере своих падений, от падения от Бога, от благодати этой, от Слова Божьего, от заповедей Божьих, вот эти границы, приближаясь к границам, и даже между границ, и даже переступая эти границы. И какие страдания испытал народ Божий. Народ Израиля показывает всей планете, всему человечеству, всему человечеству, всему роду людскому показывает, как нельзя поступать. Но, в отличие от Чадаева, Божье Слово учит нас, Чадаев о России говорил, но Божье Слово учит нас не просто учиться, как не надо поступать, но также и учиться у Израиля, как надо поступать. Вот в чем уникальность Израиля. И в отпадении, в грехе глубины, глубины достигал Израиль, и в святости, вершины самые достигал, и глубины, и вершины. В Израиле, вот говорят, допустим, там многие народы, допустим, вот кто-то говорит, нигерийцы, допустим, вот Африка, допустим, да, вот Нигерия, Нигерия, вот. Значит, говорят, нигерийцы очень такие, из всех африканцев такие вот, умелые тоже, достигают, либо чего-то такого в святости, огромного, либо в низости такой, настолько грешат, что другие даже народы, африканские, не так не согрешают, как они согрешают. Но опять-таки, есть разное мнение. Значит, пастор Ненери, по-моему, про свою страну говорил, то же самое. Ну, не важно. В России так же говорят, значит, в других народах так говорят, но на самом-то деле, не в обиду будет никому сказано, именно еврейская душа достигает самых высот духа, и самых низостей души падшей. Скорбь и теснота делущий зло всякой душе, во-первых, иудея, во-вторых, эллина. И наоборот, вся благодать и похвала, и первый кнут, и первый пряник. То есть, Израиль в своей истории показывает все это. И по поводу нашей печали, да, вот, о храмах разрушенных, у нас новозаветных верующих, евреев, неевреев, неважно, в том функциональности, если мы в новозаветной, этой благодати сейчас живем, для нас есть великое утешение, даже когда мы о самых скорбных обстоятельствах размышляем, своей ли жизни личной, семейной нашей жизни, общинной, церковной, конфессиональной, межконфессиональной, национальной, межнациональной, библейской, небиблейской, неважно, о чем бы мы ни размышляли, даже в самых трагичных моментах, у нас есть великое утешение, у нас есть утешитель Дух Святой, и великое утешение от Духа Святаго, для нас, размышляющих о трагедии первого храма, а трагедия второго храма, они были оба убиты, эти храмы были разрушены в эти дни. У нас есть великое утешение в том, что Бог созидает свой третий храм. Третий храм, как на Руси говорили еще Нил Сорский, Васян Патрикеев, Данил Косой, Заволжские старцы говаривали такие слова, храм не из рёбер, храм не из брёвен, извиняюсь, да, наоборот, храм не из брёвен, а из рёбер. Или храм Божий, обшит кожей. То есть, живой человек, храм Божий. Бог созидает свой храм святой. Третий храм. Апостол Павел писал, уже в Новом Завете написано, разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет вас. Прочитайте это в своих Библиях обязательно. Первое послание Коринфянам 3.16. Есть Иоанна 3.16 знаменитая, это мы называем как новозаветные верующие, мы называем это золотым стихом всей Библии вообще. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную, бесконечную, счастливую, пресчастливую жизнь через Христа Иисуса. В этом всё Евангелие. Бог отдает свою жизнь, свою кровушку за нас, своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Это прекрасное послание любви. И поэтому и у себя в церкви, и в гостях, когда бываю в разных церквях, разных динаминаций, конфессиях, я всегда говорю, и верующим, и неверующим тоже говорю, если мы уразумеем, поймём это послание любви, выраженный в Иоанна 3.16, этот стих, золотой стих Библии, то мы поймём всю Библию. Если не поймём, не уразумеем, то не поймём ничего Библии. Это как бы ключ, открывающий всё Писание священное. Вот так вот, данные господа. Слава Богу. Вот, а 1 Коринфянам, выше упомянутая 1 Коринфянам 3.16, это место Писания, которое открывает именно таинство, ну, как мы говорим, экклезиологии по-гречески, да, учения о церкви, о собрании. Вот, о нашем, учения о нашем собрании, с ним и к нему. Так вот, экклезиология, это учение о церкви. Что есть в церкви? Это храм Божий, дамы и господа. 1 Коринфянам 3.16, «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живёт вас?» То есть, для всех нас великое утешение, даже вспоминая о тех трагичных моментах истории Израиля, как разрушение первого храма, разрушение второго храма, сегодня мы имеем утешение величайшее в том, что мы живём в эпоху третьего храма. Третьего храма. Стройки тысячелетий. Уже два тысячелетия созидается святой храм в Господе. Основанием, фундаментом которого является сам Иисус Христос. Камень, который отвержен был строителями. Да, трагичная история, описана в Евангелиях, во всех четырёх Евангелиях, описывать эта трагедия. Отверженный, отверженный, кто такие отверженные, да. Камень отверженный строителями, но ставший главою угла, это было от Господа. Это дивно в очах наших. До сих пор, прошло два тысячелетия, до сих пор мы удивляемся, и дивимся, и удивляемся. Слава Богу. Вот, и созидается святой храм в Господе из живых камней. Если те первых два храма созидались из обычных земных камней, то этот храм, новый храм, храм нового поколения уже, третий храм Божий уже, самый святой, который, слава которого уже даже на сегодняшний день превзошла своей славой всё, что знало вообще человечество до того. Эти два тысячелетия, несмотря на эпохи деформации, деградации церкви, несмотря на то, что метастазы греха распространялись по телу Христа, несмотря на отступничество, тоже на те же грабли наступали, умудрялись наступать на те же самые грабли христиане, что и евреи, что и в Библии описано иудеи, и многобожие, и идолопоклонство, и религиозный всякий оккультизм, и прочие мерзости. Христиане научились творить всё это не хуже, чем вот в те библейские времена иудеи. Но, дамы и господа, несмотря на это, есть, кроме деформации, есть и реформация эпоха, есть, кроме отступничества, есть ещё и святость. И потому, действительно, не только скорбь и теснота, но и благодать это, на благодать. Слава Богу! Вот, и созидается святой храм куполом этого храма, то есть, я говорю, основание Иисус, и весь этот храм из живых камней, как вот многоклеточный организм, в каждой клеточке ДНК твою, да, значит, и вот в каждой клеточке организма Иисуса Христа, тело его, церкви его, да, ДНК Иисуса Христа. Я Богу благодарен, что я являюсь клеточкой в его этом огромном организме. Слава тебе, Господь! О, спасибо тебе, Боже Всеборужий! Живым камнем в этой стройке тысячелетий и куполом этого храма, завершением прекрасным венцом, венец всему делу, конец, конец ему делу венец, окончанием, завершением всего этого храма является не кто иной, как опять-таки кто? Иешуа Машех. Иисус Христос, Спаситель Господь наш. И ни в ком другом нет спасения, дамы и господа, как говорили те первые древние апостолы еврейские, ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям, которым надлежало бы нам спастись, которым спасены, которым спасаемся. Слава Христу! И этот храм, святой в Господе, величайшее утешение для нас, величайшее утешение. О, спасибо Тебе, Господь! Благодарю Тебя, Боже Всемогущий! И, конечно, в это новозаветное время, время благодати этой, святой, спасибо Тебе, Боже Всемогущий! Я скажу, в это время великое, но мы должны помнить, откуда мы, мы должны помнить о тех, вот, как вот апостол Павел писал, чтобы мы не грешили, как они грешили, чтобы мы учились на примерах, на ошибках, а с другой стороны, чтобы мы помнили наставников наших, которые проповедовали нам Слово Божье, которые нам передали эту веру, чтобы мы, взирая на кончину их жизни, подражали их вере, потому что Иисус Христос вчера и сегодня, и во веке тот же, Он вообще и Альфа, и Омега, и начало, и конец, прежде чем был Авраам, он был, Авраам смотрел, да, Моисей смотрел, это Иисус, все Иисус, он во всей истории человечества Иисус, все через Него было создано, и для Него это было создано, это все Его, мы Его, собственно, спасибо тебе, Господь, вот, и величайший храм святой в Господе строится, созидается, укрепляется, вот, и, конечно, в этой, вот я буду говорить дальше, тоже, уже завтра, в этой стройке тысячелетий, в этом храме святом в Господе, в этом третьем уже храме Божьем, конечно, были разные периоды, порой стройка, это превращалось в долгострой, порой все, казалось бы, замирало, и порой, наверное, казалось многим, что проще вообще все это снести уже, и по новой строить, знаете ли, искушений, наверное, было много подобных, но Господь сказал так, я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее, или в буквальном переводе, и врата ада не устоят перед ней, то есть я создам церковь мою, и врата ада не устоят перед ней, и действительно так оно и происходит, эти два тысячелетия, история третьего храма, эти два тысячелетия, история основания, созидания и стройки этого третьего храма, стройка уже завершается, мне так кажется, да, хотя в каждом поколении, наверное, об этом люди думали, а завершится тогда, когда уже Господь скажет свое последнее Аминь, тогда уже да, а пока наш прораб, или кто, архитектор, пока он не скажет, все, хватит, мы будем строить дальше, и каждый покаявшийся грешник, каждый исцеленный больной, каждый освобожден от бесов человек, это еще один элемент этого величайшего строительства всех времен и народов, слава Богу, третий храм святой Господи, поэтому да, размышляя об истории первого храма, и второго храма, есть нам о чем поразмыслить, есть о чем подумать, тем более, что история имеет свойство повторяться, и в каждом поколении примерно в большей или меньшей степени все, что там описано в Писании, в Библии, оно больше или меньше повторяется, в каждом поколении есть какой-то нечестивец, в каждом поколении есть благочестивые, в каждом поколении есть те, кто разрушают дело Божье, пытаются разрушить, в каждом поколении есть те, кто созидают, строят дело Божье, Так что во многом зависит от нашего выбора все. Это как вот тоже на служении воскресном у нас в церкви здесь. Я вспоминал как мудрецам древним еврейским еще до прихода Машеха, до Рождества Христа вопрос задавали. И вот один из вопросов. Ответьте, пожалуйста, на вопрос. Все предопределено или есть выбор? И вот мудрецы разных школ, они общались, они размышляли и дали такой ответ. Они сказали следующее. Все предопределено и есть выбор. То есть не или, а и. И есть выбор. Знаете, для современного слушателя более понятно, можно так изъяснить из речений сие, что вот как есть много реальности в сегодняшнем дне, для сегодняшнего дня даже есть много реальностей. И вот какая реальность станет реальным в этом реальном дне, можно так выразиться, да, зависит во многом от выбора человеческого. Вот. Какая реальность? Сегодня, допустим, можно включить один канал, а можно перейти на другой канал. Выбор. Можно делать то или это. Выйти из дома, прогуливаться, работать. Значит, есть много чего, что мы выбираем. Есть вещи, что, казалось бы, мы не выбираем, хотя на самом деле все равно выбираем по совести так. Даже если нам кажется, что нет выбора никакого, все равно выбор всегда есть. По крайней мере, в сердце, в разуме, внутри нас всегда есть выбор. В любой ситуации. Вот, значит, и действительно, поэтому спор в христианстве тоже подобный спор, ну, не спор, ну, как, ну, да, спор, разногласий возникло. В протестантском мире самое такое яркое, помните, да, вот, наверное, вот до сих пор порой теребит многих, это как бы теребят этот спор. Значит, кальвинисты, да, и армениане. Яков Армений, молодой, горячий такой проповедник, и Жан Кальвин, уже пожилой старец, уже, вот, будем так говорить, умудренный опытом. Вот, и разные мнения они высказывали, вот, и, значит, предопределение, и, значит, с другой стороны, значит, решение человека, воли свободной человека. Их пытались примерять, но они остались при своих мнениях, особенно их ученики, последователи. Но самое интересное, по-моему, в христианстве находились тоже такие мудрецы, которые, как вот и те еврейские, тоже здравомысленно подходили к этому, не рубили с плеча. Знатели не просто или-или, как вот обычно в греко-римской философии, а в еврейской мудреце всегда обычно и, не или, а и. Или же, или, как сейчас пишут так вот, или, потом, ну, как называется там, прочерк, и пишут. Вот так вот, и так, и так можно поставить. То есть, хочешь так, хочешь так. Выбор все равно подразумевается. И, значит, и действительно, по-моему, кто же это был? Ну, сейчас не могу не вспомнить я. Чарльз Перджин, по-моему, король проповедников. Ну, ладно, допустим, он. На короля проповедников можно все это свалить, будем так говорить. Чарльз Перджин, по-моему, Чарльз Перджин все это сказал. Значит, интересная очень мысль такая. Значит, что Жан Кальвин и Якоб Армении, их спор, по сути, был спором не теологии, а разного опыта просто. Опыта. И, как бы, в начале пути, так было сказано, в начале пути, значит, христианин, он армянец больше, да, значит, и вот я, 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 я нашел Бога, я встретил. А уже в конце пути он, как бы, кальвинист. Вот, о благодать спасен тобо, я из пучины бед. Вот. Но еврейский ответ мне больше нравится. Он более здравомыслящий, мне кажется, просто на основании Писания тоже, опять-таки. Вот, и сегодняшний семинар этот, межтеснин, он должен для нас быть во многом предупреждением. Как и вообще любое размышление об этих вот таких злых происшествиях в истории Израиля, произошедших в эти дни, в эти три недели, межтеснин. Вейн хамецарим, мецар это граница, теснина или граница. Для нас это повод для того, чтобы задуматься о своей вере, о своем предназначении, о своем служении вообще Богу, вот, о дальнейшем служении. Слава Богу. Пусть Господь благословит сегодня. Молюсь сегодня за Израиль, молюсь сегодня, чтобы и Израиль, и церковь христианская, и все народы нашей земли, да и каждый в отдельности. Ведь Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Вот здесь еще комментарий. Бог определяет и предписывает в своем слове, чтобы некоторые уже очерев матери, несомненно, предназначались к вечной смерти, дабы имя его славилось, и вы их погибели. Это ересь, по-моему, пишет человек, да, значит, ну да. Это, ой, новозаветное послание вообще в том, что Бог возлюбил этот мир, и Бог во Христе примирил с собой весь мир. Вот, все избранные, все спасены, по сути-то, и Евангелие в чем-то и заключается, собственно. Вот, и поэтому, дамы и господа, с позиции, вот меня, допустим, даже вот, когда свидетельствую я, вот, о своем опыте, вот, общения с Богом, о своем опыте обращения к Богу, да, может так выразиться, как принято говорить. Вот, о моем знакомстве с Богом, первом знакомстве, первой встрече с Богом, то, конечно, да, я, значит, пытаюсь рассказывать, конечно, пытаюсь рассказывать о том, как вот пережил Бога. Да, я умер, потом воскрес, и вот между этими переживаниями я пережил Бога, был перед Ним. И тоже у многих сразу вопрос, какой Бог, какие глаза, ноги, там, что руки, что... Поэтому лучше помолчать вообще, честно говоря. Знаете, вот, пытаешься говорить, потом понимаешь, что настолько пошло все это. Вот невозможно, вот, более реальную реальность в этой не такой реальной реальности передать. Просто невозможно. Вот. Хо! Как Хаджана Среддин говорил, сколько ни говори, халва-халва, во рту сладко не станет. Я обычно так говорю, помрете, все сами поймете сразу вообще. Вам не нужно будет все рассказывать. А пока не помрешь, бесполезно. Хотя можно свидетельствовать о рае, аде, можно свидетельствовать о многих вещах. Но, по сути, это так, вот, знаете, вот, это попытка слепому человеку от рождения рассказать, какие цветы, какие яркие цвета, какие цветы, какие, вот, значит, там, раскраски, там, перьев, там, значит, там, чего-то еще, закат, какой рассвет, какой красивый. Слепой от рождения, он послушает тебя, согласится, что-то себе представит, может, что-то себе вообразит, что-то себе. Бог-бог ведь дает на воображение. Но пока он не прозреет, сегодня, кстати, читал как раз об исцелении слепорожденного человека. Пока он не прозреет, бесполезно. Поэтому, когда он прозреет, он все сам увидит, все сам поймет. Вот, но мы можем лишь говорить Божьи слова, которые каким-то удивительнейшим образом доносят не просто даже слово, как внешнее описание, а как явление Духа и истины. Не просто в убедительности своей. Библия, да, убедительна во многом, но можно ее и, будем так, контраргументы привести определенные и против Библии учить. И чем мы занимаемся, безбожники? Мы выросли в Советском Союзе, и в СССР это было поставлено на такую даже мнимую научную основу. Университет был целый, марсизм и ленинизм, шутка ли. Атеистическая пропаганда была оголтелая с утра до вечера, постоянно. Десятилетиями промывали мозги населению. Несколько поколений пострадало людей от этой оголтелой атеистической пропаганды безбожной. Ну да. Но вся суть Божьего Слова даже не в убедительности в этой, даже не в описаниях этих. Знаете ли, есть книги более убедительные. Допустим, Коран, если читали вы Коран. Для меня, допустим, Коран даже во многом более убедительная книга, если брать именно убеждение, чем Библия. Потому что там вещи рассказывают такие, которые Библия умалчивает, не говорит об этих вещах. Так вот, ярко, как Коран. Тем более в стихотворной форме. Потрясающе. Если вы слышали звучание Корана, думаю, любое сердце защемит. Очень красиво, литературно. Пушкин Александр Сергеевич был в восторге от стихов Корана. Вот многие, Бхавадгита, многие вещи рассказывают, которые Библия вообще не говорит даже об этих вещах. Но самое интересное, вся ценность Божьего Слова не в убедительности даже человеческой мудрости. Даже не в описаниях, а в явлении духа и силы. В этом все наше. В этом весь Бог. И Он хочет, чтобы не просто шокировало чем-то внешне человеческую сущность, что-то, или убедило Его разум. Этим тоже можно заниматься. Этим занимается апологетика, целая наука. Ну, по сути, это не в обиду будет сказано никому. Апологетика, по сути, это не христианская наука. Ну, по крайней мере, это не нашими методами пытаемся наше послание донести. На самом деле, явление духа и силы, вся мощь Слова Божьего. Хорошо, дамы и господа, завтра будем продолжать. Даст Бог, как по-татарски, иншалла. Яков пишет, если Богу будет угодно, будем живы, здоровы, то сделаем тот и тот. Вот, уже вечер, и сегодня на этой вечерней молитве хочу благословить вас. В этот час молитвы я хочу благословить всех вас, всех слушателей, зрителей, всех, кто присутствовал, всех, кто потом в записи будет смотреть это. В трансляции у меня качество не очень хорошее, но я пишу на камеру, поэтому потом, попозже выставили все уже в хорошем качестве, и со звуком, и без прерывания. Потому что из-за того, что интернет слабый, к сожалению, прерываются. Те части, по крайней мере. Хорошо, и хочу благословить вас, дорогие друзья. Благословить во имя Господне. В явлении Духа и Силы. В явлениях Духа и Силы. В явлении, прямо сейчас, Духа и Силы. Благословляю вас. Благословляю во имя Господне. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да призвет на тебя Господь светлым лицом своим. И помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя. И даст тебе мир. И даст тебе мир. Во имя Иисуса Христа Мессия. И ни в ком другом нет спасения. Дамы и господа, братья и сестры, возлюбленные во Христе, дети Божьи. Слава Отцу, Сыну, Святому Духу. Ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям, которым надлежало бы нам спастись. Иисус, 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 Иисуа, Миллионы и миллионы людей на нашей планете с любовью и благодарностью. Это имя сладчайшего Иисуса, как мы в православии называем сладчайший Иисус, произносят. Многие протестантам мне вопрос задавали такой, почему вы православные называете Иисуса сладчайшим. Некоторые даже протестанты спорили со мной, пытались спорить, и я избегаю всяких споров подобных. Я говорю, братья, знаете, вот сам Акафист, Иисус сладчайшему, для меня лучшая теология. Лучше многих наук. Древние отцы говорили правильно, мудрецы, православные, христианские, в общем, мудрецы говорили так тоже, как и еврейские в свое время. Продолжая ту древнюю еврейскую мудрость, библейскую мудрость, они говорили, богослов тот, кто молится. И только лишь тот, кто молится, тот и есть богослов. Слава тебе, Господь, за все. Благоставляю всех вас, братья и сестры, из города Киева, с нашей Киевской архиепископией, Божьей милостью, архиепископ Сергей Журавлев. Да, и по скриптум, в завершение, кто остался еще онлайн, сделаю объявление. Я здесь, в Киеве, сейчас, в нашей церкви, и готовимся, остается месяц, да, остается месяц до собора. 19 августа в воскресенье будет собор, а накануне предсоборный шаббат, суббота предсоборная, которую буду проводить я здесь же, в Киеве, онлайн буду проводить, молитва будет у нас предсоборная. Вот, а сам собор, преображенский собор, в календаре православном говорится о преображении Господнем, 19 августа, и мы назвали собор преображенским собором. То есть наша конференция, это собрание будет посвящено преображению Господа, преображению нашему, каждому верующего, преображению семей, общин, церквей, динаминаций, конфессий и всего тела Иисуса Христа, преображение всей церкви Божьей, преображение всего храма, третьего этого храма Божьего. Аллилуйя. Аминь. Благоставляю всех вас во имя Господне. Аллилуйя. Аллилуйя.